Доброе утро, сынок! Ты проснулся? Кто тебя разбудил? Мама. Нет, кто тебя разбудил? Мама. Кто тебя будил? Мама. Дедушка. Дед. Да. Говорит Афоня, всем привет, мы поедем сегодня в садик. Говорит Афоня, всем привет, мы поедем сегодня в садик. Говорит Афоня. 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 Да, ты вот так должен становиться ножкой. Давай, я тебе помогу, давай. Так, ну что, доброе утро, сынок. Григорий уже, пока я всех отвозила в детский сад, выучил русский язык. Гриша, положи, пожалуйста, ножик. Не я. Угу, эти щастанки я. Так, на завтрак у нас сегодня яичница. Ничего обычного. Ничего необычного. Яичница, и у меня кофе с молоком, гриш и чай, и паштет доедаем. Я не доедаю, не доедаем, а я доедаю, скажи. Да. Я не доедаю. Так, будем сейчас готовить обед. Папа вот принес мне морковку, это с подвала. Она очень хорошо хранится у нас в подвале и в мусорном мешке лежит, то есть в полиэтилене. Ну, как это сказать, в общем, в мусорных мешках сложено, и в подвале вообще отлично хранится. Ничего с ней пока еще не произошло, она еще не сморхлась. Хотя это вот с лета лежит. Сейчас все это в холодильник. И буду готовить обед. Так, у меня тут обжаривается уточка порезанная мелкими и достаточно песочками. Здесь масло, здесь ничего, потому что, как всегда, в гусете достаточно своего собственного жира. Здесь стоит вода на макароны, сейчас я буду варить бариллу. И уточка с морковкой, с луком обжарится. Я все это смешаю, и выйдет вот такой обед. Так, у меня тут все жарится, парится. Здесь со сметаной тушится утка. Морковка с луком, с чесночком. Здесь барилла, полпачечки вот таких вот, как раз были по скидке, спиральки, 70 рублей в магните. И весь хребет от уточки варится, что-то жидкое, буду варить. Так что сейчас жду, как бы сварятся макарошки, чтобы все это объединить. У нас тут пересказ, да? Да. Про двух лягушек. Я не виноват, что нам такое зазы. Да? Ну, давай, пересказывай, потом будем обедать. Я уже все положила. А бабушка, а бабушка будут? Нет, мы, бабушки ж нету, и бабушка ж уехала в Денскую. А дедушка? А дедушка, не знаю, сейчас спросим, сейчас придет. А она здесь варила, подресит. И у нас здесь еще варится компот с айву. Айву. Да-да-да-да. Вот так вот у нас есть, Григорий, макароны всевые, его мясо оставил. Ну, не мясной, он у нас человек. А тем временем компот из айвы уже сварился. Он настолько ароматный. Вот только что его выключила. Здесь очень вкусно пахнет в кухне. Айва почему-то, не знаю, как у вас, но здесь... Это мама ее привезла нам, но она вся какая-то побитая. То есть ее чистить, она такая, достаточно твердая, ее достаточно трудно. Еще нужно долго-долго вырезать все, то есть внутри там всех червячков. Поэтому это нелегкое дело. Еще там под навесом осталось. Еще на одну порцию компота завтра приготовлю. Так, включила стирать все белое. Гришины рубашки, кимоно. Так что все теперь здесь крутится. Ну, все же у нее и зарядку купила. Она в такой обметке. Оплетки этой толстой. Какая-то змея еще так блестит. Это провод для зарядки. В машине он заряжал. Гриша бежит. Ты все взял для спортивной обуви? Гриш, ну ты портфель, конечно, молодец. Так кидаешь, что... Он сейчас видит. Он меня не такое выдержал. Гриша, а не чувствуешь там телефон у тебя? Он может не выдержать. Он выдержит. Я его знаю. Он уже не раз умер. Ты дневник взял-то? Да, взял. Все, так ты взял. Да, ты успела уже на форму закинуть. А когда мне она была толстая? Давай, куртку одеваем. Вот так, да? Фарь, когда я играл, потому что я тебя не заметил, да? Не знаю, наверное. Начала складывать яблоки в банку, в обычную трехлитровую, и оказалось, что один, как это, поддом немного не достал. Здесь вот толстые места, и они прям все стыренькие. Так что я их еще раз включила на сушку. Я же хозяйка, блин. Да, вот здесь вот есть прям. Здесь вот сырое все, потому что я очень много навалила. Так, вот этот, в общем, один противень досыхает. Ну, очень вкусно. У нас уже 4 часа без 5, сейчас быстренько кушаю. Я, в общем, за это время специально убрала подальше телефон, чтобы ничего мне не пиликало, не отвлекало. Помыла пол, попылесосила, растопила котел, на улице поделала такие достаточно важные дела. Собрала там яблоки. Буду еще закладывать в сушку, которые прям уже совсем попорчены. хорошие еще, пока пусть полежат. И под навесом немного поубирала. Вот видите, опять что-то там пиликает. И, в общем, меня отвлекает, как всегда. Вот, а сейчас быстренько кушаю и еду за детьми в детский сад, потому что нужно их сегодня забрать. Написали в группе WhatsApp до 5 часов, потому что электрик придет что-то там делать, не знаю. И света не будет с 5 часов. Так что сейчас нужно быстро поесть без 5-4. Надеюсь, что все успею. Еду за детьми. Тут, как всегда, любуюсь небом, не знаю. Но здесь такое большое и такое красивое. Главное, что каждый раз всегда разное. Пошли, пошли вон желтенькие, пособираем сейчас листики для поделки. А Фоня, ты с нами? Вот, надо еще с вот этого дерева подсобирать, да? Куда? Куда? А то с садика. Фоня, бери каштанчика, Фоня, каштанчики. Я пока пойду туда по патушке. Где каштанчики? А вот валяется каштанчик. А вот они, вот каштан же растет. Надо под каштанчик. Ты будешь держать? Ну, пошли тогда искать. Да, каштанчики собирай, Антош. Давай здесь будем сейчас желтенькие искать, да? Для твоей поделочки, да? Да. Садик, надо же нам сделать поделочку. Да. Мама. Давай я буду держать, а ты будешь собирать. Только нужно самые красивые. Смотри, какие желтенькие. Мы их сюда будем складывать, да? Да. Давай еще самые красивые, да? Некрасивые нам не нужны, да? Да. Будем сейчас искать. А сейчас мама надо. Вот это нам не надо, да? Да. Да, сколько тут листиков. Да. А Фоня сейчас, Антоша сейчас нам каштанчиков принесет, да? Вот, посмотри, какой большой я нашла. Ой, доставай, доставай. Пошли еще листики вот там с березки поищем. А вон березка. А вон березка. А вон березка. Да, давай сиди. Это каштаны. Это каштаны. Это каштаны. Гриш, не нужно ходить там по травке. Пошли. Мам, я один буду делать поделку. И ты, и Афоня. А Афоня же сказал, нет. Да будет он, куда он денется. Мам, порезай, а тут порезай. Помню, ты тут порезался. Наталья, хочу ты уравна. Привет. С Дашей. С Дашей, да. Наталья, хочу ты уравна, хочу. Так, ну что, мы начинаем делать поделку на праздник осени. Антоша сам, а мы с Афоней будем делать дом из тыквы. Да, сынок? Здесь у нас куча осеннего материала. Бак. Что это такое? Алин. Пластилин, правильно. А как брать? Как брать? Как брать? Да. А сначала я вам хулишки сделаю. А потом? Потом я вам все покажу. Мам, как это левый? Вот это дверь у нас такая получилась. А вот это вот окошко, да? Сейчас будем делать крышу. И впереди еще все уложим листиками и сделаем, наверное, гусеницу, да? Да. Мама, она смотрит красиво. А у тебя что рассказывай? Антоша сказал, что он сам будет, да, сынок? Делать. Вот такая вот ему поделать. Вот у меня столько каштанов. А потом я еще придумала, что я буду делать из красных листьев. Вот такой вот. Расскажи, Афонечка, это чья такая красивая поделка? У меня это гусеница. Кто живет в этом домике? Гусеница. Как ее зовут, Афоня? А как зовут гусеницу? Миша. Миша. Вот такая вот у нас домик. Получился с вот такой вот крышей. Мама, мама. Это не гусеница, это сова. Так, ты еще будешь гусеницу делать? Да. Подружку? Да. Афоня сам делал гусеницу, только глазки. Я ему показала, как делать, поэтому она как глазастая получилась. Оооо. Я еще уже к ней. Гриша тоже занят. Все заняты. Сейчас поделаем поделочки и поедем на пиццу, да, до тети Веры? Да. Мама, так одели. Ну, надо же одеться. Мама, это кратч у них пиццу. Мама, где-то мы дали мне. Что? Где-то мы дали мне. Кого сделать? А, одеть тебя? Да. Так, кто ест пиццу? Мы, мы, мы. Бабушка первая? Угу. Сейчас ждем, есть минуты. А Зоя? Зоя первая? Эй, дайте пиццу, пожалуйста, дайте пиццу. Податель пицца. Почи ты. Алюш, как пешено. Я вам на сюда за пиццей пришел. Да, не только. Только она тоненькая. Я не знаю, понравится, вам не понравится. Я вам очень. Мне со свинклой поперешь. А когда толстенькая будет. Маргарита, а что тут происходит? Я не знаю. Кого? Кого? Телефон. Кого? А Зоя уже, по-моему, нашла какой-то телефончик, да? какой ты нашла покажи как его зовут телефон улыбаемся зая и я буду улыбаться маргарита домик еще не собрали мы с тобой собачки да ты умеешь гавкать да сейчас я иду сынок то и подожди мы тут зои собачки зоя афон ты спать родня я щас приду кушать пиццу это с полным ртом улегся вам помочь маргарита спасай за винксы захватили так тихо афоня заберите заберите зою и афоню зачем спасибо они преступники маргарита быстро решила все проблемы до маргарита и где это пицца нравится вот этот домик да сынок ты кому звонишь папе а 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 Дети подают чай! Ленинка на дороге! И все подают чай! Ленинка на дороге! Ты про бабушку, давай! Я-я-я! Алла Пугачева вытолкнула Кристину, а рыбака это! Матик, мать, мать! Тихо, а сейчас дойка! Пойдем подают бабушку на дороге! Давай, давай, давай бабушку на мать! Ура! Про бабушку! Давай, про бабушку! Сегодня день рождения твой! Мы тебя сердечно поздравляем! Здоровья и любви большой! Мы от души тебе желаем! Тебе любовь! У тебя любовь большая есть! Ты нас любишь, и ты любимая! Ты наша гордость, ты наша честь! Ты нам всем как необходима! Молодец! Про осень! Про осень стишок! Если в деревьях лиси оборотили! Если в края далекие птицы улетели! Если небо хмурое! Если дождя клюется! В это время года осень зовется! Ура! Песенка от тебя! Давай, Дуя, остановись песенку с Маргаритой вместе! Про дождик? Про дождик! Давай! Афоня! Афоня! Он нужен и бедный из прайсов earning этого дня! Песенка от тебя! Т Sentika от тебя! Т 걱ки от тебя! Кап-кап-кап-кап-кап-кап! Песенка от тебя! Афоня! Песенка от тебя! Кап-кап-кап-кап! Филипп Киркоров не захотел Филипп Киркоров! Хаха-ха-ха-хах Теперь ещё раз! Давай прогрошай Плачья золотое! Плачья золотая! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И это только одна часть Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok